всех с наступающим новым 2020 годом ровно год назад мы приехали в москву только это просто было 3 января ехали мы из питера так сказать на осмотр и все и вот год мы здесь живем уже ну и уже традиционно второй раз в жизни ровно через год я приехала на манежную площадь на красную площадь сейчас пойдем сейчас я на данный момент нахожусь вообще на площади революции по моему короче тут все это совмещено вот тем не менее тут очень красиво празднично настроение сразу появляется год назад мы планировали отметить 2020 год именно москве и его мы будем отмечать здесь самое интересное что хотели моего отметить на красной площади но будем отмечать где-то рядом так как на красную площадь пробраться не удастся свои правила переграждают но история такая что можно попасть на каток и тем самым встретить именно на красной площади нагуновский каток стоит он символическая такая цена у него 2020 рублей куда бы пройти тут везде просто красиво не знаешь куда идти везде тут елочки ярмарочки все наряжено красиво а вот а суть в том что решили мы короче отмечать где-то в районе заряди наверное куда пустят в общем будем по местности гулять куранты конечно увидеть хочется ну и тут конечно очень-очень много всякой развлекухи сюда с детьми приходить классно взрослым просто классно здесь чего только нет запахи такие тут гуляют вообще просто даже если вы очень плотно поели вы все равно захотите кушать вот очень много вот здесь на входе всего сейчас буду показывать какая красавица маленькая вот такие здесь елки стоят смотрите открытки какие-то по типу советских может и есть советские очень много новогодних фотосессий проходит ну мало того что сами все фотографируют друг друга так еще и фотографов прям нанимают да фоткаются ну классно конечно очень много всяких фото зон и просто много всего чем можно пофоткаться сейчас ценнички вам покажу на просто это ближайшие тут вот и из площади революции я сейчас перетекаю на манежную площадь здесь тоже красота всякая сейчас аниматоры разные в костюмах будут ну я почему знаю то что я уже при приезжала сюда в этом году буквально там два дня назад вот тут разные всякие точки открыты мастер-классы детские проходят письмо деда морозу пишет сказки там ганса христиана андерсона слушают вот можно фотографировать совсем бесплатно никто не берет денег из кого просто что это не матор красивых таких каких-то там бельгийских костюмах еще каких-нибудь вот и можно с ними подходить и фотографироваться ребята сидят тут с утра до вечера конечно мне их очень жалко всегда вот но очень все красиво ну и конечно разные лавочки шоколадом со всякими игрушками сувенирками подарками даже если даже у самых вообще скептически настроенных мне кажется людей здесь просто не может не подняться настроение ну людей конечно много все ходят не то что толкаются нет как-то все знаете мирно не то что с агрессией со злобой тут какое-то нет все радостные довольные счастливые подарки ни на кого никто не наезжает ну в общем тут бесконечное множество всяких вот этих вот точек все это московские сезона организуют а вот туда на красную площадь выйти там опять же гумкоток сейчас мы туда дойдем сейчас здесь пройдусь пока по манежке покажу что есть то много-много конечно все такая мельница или что это торт какой-то вот это рождественская мастерская здесь как раз мастер-классы проходят детские но там все очень серьезно там прям записываться надо то есть так не подойдешь просто уже в конце вот она но если повезет может попадешь но я пскал ничего особенного но цену набили на все это дело не конечно бесплатно конечно а вот тут самая красивая высокая елка получается ну когда стемнеет это еще более красочно конечно все выглядит более волшебно а вот как раз рождественская почта здесь вот детки пишут письма нет сказки сегодня не расскажут а так здесь ганс якобы христиан антарский писал и читал деткам разные сказки вот но возможно возможно чуть чуть попозже это будет дело опять же вот такие вот фото зоны здесь рядом есть фоткаться можно абсолютно совсем елок очень много все красиво так украшено красавцы все в костюмах стоят или просто все в тематике новогодний цена вот такая магазин игрушек все очень очень красиво разные всякие инсталляции я не знаю арки елки классно даже несмотря на то что нет снега вообще как бы не особо вспоминаешь о том что его нет все и так очень-очень красиво ладно ну и до охотного ряда я дошла там тоже все также вот и сейчас буду уже на красную площадь двигаться а это гу да вот такой он весь светящийся красивый ну вот а здесь на красной площади карусели аттракционы тоже лавки всякие с подарками с едой все тоже весело праздничное дети все тут вообще кайфует все для них с этой стороны все так мрачненько мавзолей ленина спаска башня собор василия блаженного а с это уже храм то есть Василия Блажанова, а с этой стороны уже все такое нарядненькое, праздничное, а вот и как раз ценники на каток. Вот буквально на днях была, было бесплатно до какого-то времени, но все уже то, что предновогодние дни и все уже, уже короче не бесплатно. Это вот как раз цены с 28 декабря по 8 января. Ну все, я пошла вглубь событий. Сейчас скажу вам, сколько каруселей эти детские стоят. Ну нет, ну давайте нормально помним, чтобы у нас нормально. Да, вот так вот здесь весело. Я говорю, здесь настроение в раз поднимается. Так что все грустные, обиженные, огорченные, злые, все приезжайте на Красную площадь. Здесь будет вам классно. У меня тоже в морозильнике лежат. Блин, с ветчиной. На мой бренду поем. Ну конечно, цены здесь, понимаете себе. Ну, учитывая, что праздники, учитывая, что центр города, столица, и вполне себе. Ну вот, собственно, и все. Красота вот такая здесь. Ну и все, спасибо за просмотр. Всех с наступающим. Если кто-то смотрит после Нового года, всех с Новым годом. Всех люблю, целую. Пока-пока. Вот такой вот литовский торт получается. Шафот, что ли называется. Что-то такое. Шакотис. Спасибо.